Начинаешь верить, что чудеса существуют, когда слышишь о том, что кто-то отпраздновал 100-летний юбилей. Такое событие можно назвать самым грандиозным в жизни не только этого человека, но и всех его родственников. Несомненно, этот юбилей заслуживает особого внимания. Именно поэтому на празднование дня рождения Анастасии Самсоновой собрались не только родные и близкие, но и представители власти. Тему продолжат мои коллеги. В хуторе Сербин Маевского сельского поселения живет Анастасия Евгеньевна Самсонова. Она родилась в далеком 1915 году. На ее долю выпала непростая судьба – революция, гражданская и Великой Отечественной войны, суровые послевоенные годы. Почти всю свою жизнь Анастасия Самсонова прожила на хуторе Никольском в Ростовской области. Еще до войны умерли от болезней двое из троих детей. Ушел на фронт и не вернулся муж. Сама растила дочь, помогла ей получить отличное образование и встать на ноги. Работала Анастасия Евгеньевна с 14 лет в овцесовхозе и уборщицей в школе. Сейчас Анастасия Евгеньевна живет у внучки Ольги. Любит нянчиться с правнуком Вадимом, которому скоро исполняется три годика. «Сто лет – это не у всех бывает. Так что я, конечно, даже ждала вообще. Думаю, сто лет – это вообще. Так что мы, конечно, добились того, что… Ну, я говорю, она из долгожителей у меня помпыли. Ну, вообще, их много было в семье? Там или 15 человек, или 13, не помню. Ну, сыновья многие на фронте погибли. Там, по-моему, два или сколько-то человек осталось только, которые после войны. Вот бабуля одна. А вот мама, говорит она, у нее прожила 102 года. Так что, говорю, баб, я ничего не знаю. Короче, 105. У нас планка выше, потому что будем на 105 держать курс». С вековым юбилеем Анастасию Евгеньевну поздравил глава Славинского района Роман Синеговский. Он пожелал ей здоровья, добра и того, чтобы юбилярша еще как можно дольше радовала всех своей улыбкой, давала мудрые советы и делилась опытом прожитых лет. «С днём рождения! Здоровья вам еще, долголетия! Всего самого доброго!» Поздравить с днём рождения Анастасию Евгеньевну приехали представители местной администрации и районного совета ветеранов. Они вручили цветы, подарки и передали телеграмму от президента России с поздравлениями. А творческие коллективы подготовили для именинницы музыкальный подарок. «Эх, спеть бы, да чтоб еще не раз! Сплясать бы, так повелось у нас! А жизнь прожить, да чтоб не маяться! А полюбить так не раскаяться!» Далеко не каждому дано преодолеть столь долгий путь длиной в сто лет. Такие люди достойны уважения и восхищения. Несмотря на свой преклонный возраст, Анастасия Самсонова не теряет оптимизма и радуется каждому дню. Говорит, это и есть секрет её долголетия. Надежда Неткачева, Игорь Ванчугов. Программа «События».